Итак, сегодня мы продолжим, подведем итог, потому что начали вчера. Я хотел, прежде чем продолжить тему, получить обратную связь, насколько это возможно. Может быть, мы напомним друг другу, о чем шла речь, о чем мы говорили, какие-то основные вещи, которые запомнились, вы считаете важными из того, что прозвучало. Одна основная мысль, о которой мы говорили, это о том, что Шрива Прабхупады дал нам учение, которое не является сектантским, то есть не относится к религии, а общее интегральное учение, которое независимо от нации, принадлежности к рождению, оно дает определенные знания и метод. Я сам воспроизведусь в Шрива Прабхупады дал универсальное учение, которое не является сектантским, применимо для всех. При этом от себя дополню, что речь идет не о персональном учении, которое понятно универсально, а именно о персональном учении, которое подразумевает, что Бог обладает формой, что Он является персоной, Личностью. Он говорит о том, что это уникальная вещь, чтобы оно было универсально с одной стороны, с другой стороны персонально. То есть это уникальная вещь, только в Шрива Прабхупады можно обладать это наследие. Еще какие-то вещи, которые были? Господь является личным для того, чтобы мы могли его почувствовать в любительстве. Господь является личным для того, чтобы мы могли служить Ему спонтанно, а не просто в религиозном смысле быть религиозными людьми. И также мы говорили о том, что либо Сам Кришна приходит, либо Он посылает Своего представителя. То есть Гуру должен быть осязаемый, иначе говоря. Это была другая вещь, которую мы обсуждали. Еще что-то есть важное? Мне запомнилось, что мы должны проповедовать, иначе, если мы этого не делаем, мы не сострадательны. То есть мы разрушаем свое милосердие, и если мы не проповедуем, и не сострадаем, то мы не станем наставниками. А что мы обсуждали под проповедью, что мы понимаем? Является ли это обращением в свою религиозную веру, или это что-то другое? Нет, мы должны не бояться проповедовать, мы должны знать, что мы говорим, и чувствовать других людей, и давать нам это знание, и бояться давать знание. Да, это очень важно. Почему мы не боимся давать эти знания? Да, пожалуйста, вы можете продолжить. Спасибо. То, что по поводу друга идут, что мы должны проповедовать не свое что-то навязанное, а показывать Бога в каждой конфессии, как личность. Мы должны давать теистическую концепцию Бога в каждой религии. Спасибо. Шелабхар Падок говорил, если вы знаете имя Бога, то повторяйте это имя. Сознание Кришны вам поможет лучше осознать смысл вашей практики. Если вы не знаете имя Бога, то примите его у меня. В этом была проповедь Шелабхар Падок. Итак, какие-то вещи узловые были названы. Мы говорили о том, что духовный учитель или наставник, он представляет духовный мир. И Шелабхар Падок говорит именно о том, что в этом мире все взаимосвязано, то есть все занимаются служением, да? То есть это санатана-дхарма. Еще у нас было понятие санатаны. Очень важно. Что служение наставнику, отношения между наставником и подопечным, они происходят в сфере санатаны. То есть это вечная деятельность. И в связи с этим Шелабхар Падок говорил о том, что в этом мире все взаимосвязано, и он представляет собой некую целостность. И мы испытываем воодушевление в духовной жизни, связь с Кришной тогда, когда наше служение, оно связано с полным целым. То есть когда мы закрываемся, да, мы говорили, то есть когда мы отрываем связь, связь с полным целым разрушается, тогда наше преданное служение, оно лишается вкуса. Поскольку наше мировоззрение становится сектантским, мы лишаем себя вкуса тем самым, когда мы ограничиваем. То есть закрываемся от других людей. В этом смысле проповедь означает не то, что мы пытаемся всех обратить свою веру, а то, что мы открыты ко всему миру, ко всем живым существам. Мы несем послание любви, послание Бхакти. И это дает нам вкус. То есть это открытая позиция. И если мы действительно прочувствуем это, мы осознаем этот момент, то у нас проявится это миссионерство или способность нести послание, нам будет что нести. То есть мы способны будем говорить на универсальном языке жизни. Этот язык будет понятен для любого человека, независимо от его убеждения, вероисповедения и так далее. Часто бывает, что преданные обращаются к нам со своими проблемами. 90% всех проблем преданных подопечны. Это жизненные проблемы. Это проблемы, связанные с непониманием того, каким образом они могут решить, как бы стать счастливыми в сознании Кришны. И если понимание преданного, оно носит такой узкий характер, религиозный характер, то все, что мы можем дать человеку, просто сказать ему, как у тебя с регулирующими принципами, как у тебя, ну то есть ты мантру повторяешь? Он скажет, ну да, мантру повторяю, регулирующие принципы пытаюсь соблюдать, а проблемы все равно есть. Почему? Потому что сознание Кришны означает связь с полным целым, связь с Богом. То есть ты чувствуешь Бога, ты ощущаешь вот этот вот поток, как бы, духовной энергии, есть ли у тебя связь. Если у тебя связь есть, то ты счастливый человек. Если связи нет, то ты, как Шилбурпада, сравниваешь детали, выпавшие из машины, да? То есть ты бесполезен, ты чувствуешь пустоту, отсутствие смысла в своей жизни. Вот большинство проблем, с которыми люди сталкиваются, это проблемы, как бы, они носят характер именно, как говорят философы, есть такое позитивное понятие, экзистенциональное, то есть проблема кризиса смысла. То есть человек приходит с проблемами к наставнику не потому, что у него там проблема с ребенком или там с женой, или проблема со здоровьем, или у него проблема связанная, допустим, с тем, что он не может повторять 16 кругов, а повторяет только 2, и ничего не может с этим поделать. Проблема заключается в том, что человек не чувствует смысла, он не чувствует счастья в этой практике, он не чувствует там энергии, он не чувствует, что он занят и что он успешен. Это называется экзистенциональный, как вот определенный тупик, то есть человек находится в тупике. И если наставник сам связан с полным целым, то есть у него есть вот эта вот связь, тогда он может помочь увидеть эту связь другому человеку. Если у него этой связи нет, на все, что он может сказать, ну ты, наверное, не соблюдаешь что-то, просто не соблюдаешь что-то, все будет подходить формально. Так, первая вещь – это вот эта связь. И в связи с этим я хотел такой момент, вот в контексте того, о чем Горьшила Парупада, что, по сути дела, наставник, он не представляет себя как человека, то есть он не высказывает свое собственное понимание подопечному. Это не его работа. По сути дела, единственная работа, которую может выполнять наставник, он может получить, молясь за подопечного, и через то, что мы дальше будем обсуждать, он может помочь своему подопечному установить связь вот с этой целостностью, как бы с полной целой. И тем самым это означает, что наставник, он не представляет себя как человека, он представляет семью Господа. То есть это очень важная вещь. То есть квалификация наставника, она заключается в том, что он вводит своего подопечного в семью Господа, то есть вводит в атмосферу духовного мира. Это одна из ключевых вещей, поскольку Господь Махараш сегодня говорил, и вообще лейтмотив всех обсуждений, которые здесь происходят, связан с тем, что у человека не может быть один гуру. Это не означает, что гуру не квалифицирован сам по себе. Нет, он квалифицирован. Но его работа, она заключается в том, чтобы ввести своего подопечного в семью. Потому что человек счастлив может быть только в семье. То есть только в семье он может ощущать связь с полным целым. Именно в духовном смысле этого слова, не в ситатском смысле этого слова. Потому что под семьей в конечном счете мы имеем в виду семью Господа, то есть весь этот мир. Но начать нужно с небольшой семьи. То есть со своей группы духовного общения, со своей ятры, со своего города, то есть тех людей, которые вас окружают. То есть если мы начинаем ощущать себя частью семьи, то тогда мы начинаем чувствовать пульс. Вот этот пульс жизни духовной. Связь с Кришной становится для нас очевидной. Но когда связь с семьей прерывается, то тогда человек становится маргиналом. То есть он как привидение, он непрекаянный. Вроде бы все есть. Есть как бы вегетарианство, есть духовные аспекты, мантра, есть божество даже дома. Но человек не чувствует себя включенным. Почему? Потому что Кришна говорит, что я не в сердце йога, я не в храме, я там, где мои преданные, собирается вместе. И в этих отношениях, глубоких духовных отношениях обсуждают мою славу. Там я нахожусь. Вот именно здесь. То есть о чем Кришна говорит? Кришна говорит об особой вещи, об атмосфере. Именно о том, что вдохновляет нас на предное служение и уполномачивает нас на предное служение. Это и есть Гуру Татва. То есть Гуру Татва – это особая духовная реальность. И поэтому Гуру, их много, и все эти Гуру, они важны. Но один из этих Гуру, он открывает главный для нас. Он тот, кто открывает эту семью, духовную семью. Итак, первая вещь, к которой мы должны, ну, как бы, серьезный момент, который я хотел обратить ваше внимание, на то, что вот эта тема наставничества, она опирается в некоторый тупик. В том случае, если за наставником не стоит семья, в которую он вводит своего подопечного. То есть получается, что если наставник замыкает человека на себя, на своей персоне, то возникает в этот момент наши собственные адхикары. Мы просто упираемся в свой собственный потолок. То есть я, допустим, конечно, адхикарен, да? То есть, но если я, как бы, понимаю свои полномочия, и даже если человек магия матхикарен, он не может дать ему Кришну в полной степени. Но, если он вводит своего подопечного в семью, он вводит в атмосферу Санкиртаны, вводит в атмосферу на махаты, или, ну как у нас могут, разные формы, там, бхакти-врикши, неважно. Смысл заключается в том, что Кришна проявляется, особенно в калию, он проявляется вот в этой Санге. И Гаслай Махараш, он цитировал стих, который, вот уже два дня этот стих, он разбирается, из Шима Бхагавата. Но вчера он цитировал стих из Бхагаватиты, 10.10, где Кришна говорит о том, что предный, развивая особый духовный разум, он возвращается к Богу. Но перед этим Кришна как раз описывает вот эту вещь. Он описывает этот метод притии, или метод вот этой особой Санги, сердечной Санги. Это все, что ушло, сердце Бхагаватиты. То есть там Кришна открывает самое сокровенное вот это послание, связанное с практикой наставничества и отношения наставника и подопечного. То есть Кришна говорит, «Ти шам цатата югтанам, баджатам прити курвакам, да даме бутхи-йогам там, венамам паяти». Это то, что мы слышали вчера. Но перед этим он говорит, потому что «тэшам» означает тем, кто занят чем-то. И вот чем он, эти преды заняты. Об этом Кришна говорит в предыдущем стихе. Как этот стих звучит? 10-9. Матчита матката прина, подхайта паспа. Катхайта штимам тям, тушья чар ма тям. Кришна говорит о том, что Мои чистые принады, очень важный момент. Смотрите, они не просто собираются вместе, о чем-то говорят, испытывают тушья, тя чара ма тя чар. Мы все собираемся вместе на намахатах, на каких-то бхакти-врикшах, о чем-то говорим, смотрим друг на друга, и тушья, тя чара ма тя чар почему-то не возникает. Почему не возникает тушья античара ма тя чар? Это вопрос, как бы касается именно природы, вопрос наставничества. То есть вопрос заключается в том, насколько человек, который входит в саду, он квалифицирован. Кришна говорит, матчита матката прина, то есть преданные, которые находятся вот в этом настроении, в определенном, как бы имеют ответственность определенную, матчита, то есть их сознание сосредоточено на Кришне, и они посвятили себя, то есть изменили знак своего ложного эго, то, что мы обсуждаем здесь. Вот когда такие преданные входят в сангу и начинают обсуждать друг с другом сознание Кришны, тогда они начинают испытывать тушьяни чарома ничем. И Шилок Рупада говорит в комментарии о том, что это происходит как бы на двух уровнях. Вначале преданные обсуждают служение, и у них появляется определенное видение в результате этого обсуждения. То есть это вот блаженство и вдохновение, оно является симптомом видения. Когда у человека есть видение, у него есть вдохновение. ему что-то открывается. А когда у человека что-то открывается, он начинает дышать, он начинает жить, он начинает понимать, для чего все. При ним открывается цель. И таким образом происходит уполномачивание Вайшнава. Таким образом действует Гурутат. То есть общество преданных это проявление Гурутат. Итак, наставник объясняет преданных это умонастроение, делающие квалифицированное до сангхи. До преданных входит в эту сангху. Это уже связь не просто с человеком всего ограниченной квалификации, это уже связь с чьей-то махапрабой, это уже участие в сангхиртане. И здесь уже работают совершенно другие вещи. Поэтому смотрите, какая вещь. Искон. Чем отличается искон от традиционной ведической системы? В традиционной ведической системе это отношение расставника и подопечника. есть наставник, подопечник. И наставник это очень квалифицированный человек, обладающий очень высокой архикарой. И подопечник, служа наставнику, он достигает определенного прогресса и отношения с Богом. но в Исконе этот же принцип он реализуется в санге, то есть он реализуется в сообществе преданных. Поэтому в Исконе наставник это в первую очередь община, то есть группа духовного общения. Но я хочу обратить еще раз ваше внимание. Это не просто группа людей, это именно группа преданных, то есть людей, которые настроены как преданные. Тогда там возникает вот то чудо, о котором Кришна говорит. И вот этот вкус, который человек испытывает, когда ему открывается служение, в начале открывается служение, то есть человек вдохновляется, ему появляется видение, он начинает чувствовать свое, ну как бы, что он может делать для Кришны. И это непосредственный опыт, протягшего вага в дармя, этот дармань означает непосредственный опыт, именно осязательный опыт, человек реально осязает эти вещи благодаря санге. А на более высокой стадии предметом обсуждения является уже сам Кришна, но принцип тот же самый. Поэтому по сути дела вот эти наставления, которые мы даем, как бы, да, как наставники, они необходимы для того, чтобы человек стал квалифицированным войти в сангу. Чтобы он стал квалифицированным создать эту сангу, проявить эту сангу. То есть матчита, матгата, пранат. То есть вот этот момент серьезности обеспечивается отношениями с наставником. Вот. Но наставник не квалифицирован сделать всю работу, если он не утром адхикари. То есть человек должен войти в атмосферу сангиртана, в атмосферу сангиртана, тогда он получит полную связь. Он получит связь с прахупадой, с предыдущим ачариями, с читанием Мухапрабху. То есть когда появится связь с миссией. Таким образом, вот этот секрет, о котором мы говорим, секрет духовного разума, то есть основная тема, такая канва, да, наших обсуждений это обретение духовного разума. Это ключевой вопрос, поскольку гудхи-йога, бхакти-йога это один и тот же процесс. И когда мы говорим об обретении коллективного разума, мы говорим именно об обретении коллективного разума, поскольку разум он очень сильно связан с чувствами. В Шиват-Бага в этом говорится, что разум связан с чувствами. Если мы испытываем дружбу к преданным, и эта дружба не сентиментальная, а связана с совместным служением, то вот это чувство, которое мы испытываем к своей семье духовной, именно это чувство преображает наш разум, делает его духовным. То есть разум, он очень сильно связан с чувствами, с наслаждением определенным, с удовольствием, ну как бы, романтик, туши-анти-романтик. То есть почему материалисты очень разумны? Потому что они очень опытны в наслаждении. То есть если человек хочет наслаждаться, он становится очень разумным, да? То, о чем говорилось в первый день в семинаре Бахтигиадмухараджи. То есть человек хочет наслаждаться, и вот этот материальный вкус, он активизирует его разум, делает его очень острым, развивает определенную интуицию, да? Понимание того, как все надо делать правильно, чтобы достичь цели. Вот точно так же, когда предные общаются друг с другом, и в их общении присутствует вот это вот творчество совместное, да? То есть когда они начинают говорить о предном служении, обсуждать эти вещи, у них появляется особый вкус, который меняет их разум, появляется вот эта, проявляется эта интуиция духовная. То есть человеку появляется видение. То есть если у человека нет интуиции какой-то, да, вот связи непосредственно протягшего, он не чувствует. Наставник ему может много раз объяснять одно и то же, но он не поймет вообще, о чем идет речь, он будет понимать только какие-то внешние вещи, он не поймет саму суть, потому что суть, она постигается через откровение, а не по частям. То есть невозможно получить духовное знание по частям, можно получить как информацию для размышлений, но чтобы это заработало, нам нужна целостность, целая картина, то есть нужно откровение. И вот эта вещь, она как раз и происходит в санге. Поэтому Кришна говорит, «Ти шам сатата нюкта нам бачкин притеплукам, да дам и бухи ягодам». То есть этот разум, он дается самим Кришне. Каким образом? Через этот процесс. Таким образом, разум, который мы получаем в сознании Кришны, это разум нашей семьи. Это не мой личный разум. Это разум моей традиции. Это разум пройдущих очарий. Это разум тех бредных, которые меня окружают. Все это вместе и есть парампора. Это все энергия разума, энергия будхи, духовного разума. Именно парампора, она включает дживу в бредное служение. Почему? Потому что человек включается в деятельность благодаря разуму. Именно разум включает нас в деятельность. Если мы общаемся с материалистами, мы будем связаны с Кали, с его парампорой. Если мы общаемся с преднами, мы будем связаны с парампорой исконным. В том и другом случае у нас будет желание действовать. Механизм один и тот же, но качество совершенно разное. Вот поэтому часто можно встречать этот вопрос, что делает наставник, то есть как наставнику действовать, чтобы помочь подопечному. Но смотрите, вопрос же очень простой. Вы приходите к наставнику или к вам приходит подопечник, если вы наставник. К чему вы присоединяете человека? К своему пониманию? К своей адхикаре? То есть в чем заключается ваше предложение? Что вы предлагаете? Поэтому перед у меня часто спрашивают, ну как быть? Вот я стал наставником, первые два года все понятно. Человек не знает, как завязывать хоти, не знает, как предлагать лампаду, не знает, как, ну там, этикет, какие-то вещи. Ну, на информативном уровне он просто не образован. Первые два года понятно. А что дальше с ним делать? То есть когда он ко мне приходит, я не знаю, что ему говорить. Почему? Потому что это происходит, это вычерпывается, понимаете? Это как, это очень легко исчерпать. То есть смысл заключается в том, что работа наставника, настоящая работа наставника заключается не в том, чтобы решить проблемы человека, а настоящая работа наставника заключается в том, чтобы человек включился в работу для своей семьи. То есть включился в дела своей семьи осознанно, ответственно, как личность, как человек. Вот в чем работа наставника. и поэтому можно как бы выделить таких три стадии духовного прогресса. То есть первая стадия, она такая как бы общая или начальная. То есть человек приходит для того, чтобы получить в защиту какое-то прибежище. Он получает знания, он получает заботу, он становится подопечным кого-то, да, то есть у него появляется наставник. И человек находится в такой детской позиции, духовной детской позиции. То есть это первая вещь, которую мы все проходим. Но это, по сути дела, еще не ученичество. Потому что ученичество означает, что вы не просто имеете наставника или гуру, а что вы являетесь учеником, то есть вы заняты в служении. Как Шилопрук Пада говорил, я единственный вопрос задавал своему духовному учению, как я могу вам служить? То есть его позиция была не в том, что гуру решают мои проблемы, а что я решаю проблему своего гуру. Это ученическая позиция. Поэтому вторая стадия, стадия ученичества, она фактически начинается тогда, когда человек берет ответственность в своей семье, осознанную ответственность за группу преданных, за группу людей, за саму. Он берет ответственность, то есть становится лидером-слугой или просто-слугой. Вот с этого начинается ученичество. То есть в этот момент человек начинает получать откровения, потому что, приняв ответственность за семью духовную, человек встает в личностную позицию, в позицию души, которая служит. И вот когда мы начинаем занимать духовную позицию, а не позицию тела или ума, у которого есть проблемы, которому нужна духовная поддержка, то есть когда мы становимся в духовную позицию, тогда мы начинаем чувствовать связь с полным целым, приходит откровение. То есть откровение приходит тогда, когда мы свои проблемы, мы понимаем, что они не так важны, как проблемы тех людей, которые нас окружают, как проблемы духовного учителя. Вот эти проблемы по-настоящему важны. То есть когда вот это священие происходит в человеке, его разуме, вот тогда он начинает слышать, не просто слушать, но слышать, то, что ему говорит духовный учитель, то, что ему говорит шастра. Это второй уровень, да? То есть уровень ученичества фактически. Вот. И настоящий ученик, он может быть гуру, наставником, потому что он реально несет вот эту ответственность ученическую. Это говорит читальник Брахмана Курмана. Яридека Тарикага Кришна Вападеша. Известный стих. То есть ты должен принять ответственность, Эйни Дэши, ты должен принять ответственность за вот эту вот группу. Этот принцип, он работает в Бхакти-врикше, этот принцип, он работает в любой настоящей духовной семье, где присутствует момент передачи духовной энергии. Это искон. То есть искон означает, что мы не замыкаем людей на себе, на своей персоне, на своей харизме. Искон означает, что мы вдохновляем преданных на коллективное, вот это совместное творчество в сознании Кришны, на санкиртану. Мы вдохновляем людей на санкиртану. Вот это искон. На совместное служение. Это очень видно, да? Если человек, как представляет эту парампору, то тогда будет происходить передача полномочий. А если человек не представляет парампору, то полномочия не передаются. Они остаются где-то вот у этого человека. какие-то полномочия у него есть. И они там остаются. Они никуда больше не идут. Так то, что читание Махапрагу сообщил Браману Курме, он сказал, что если ты будешь следовать этому, будешь передавать эти полномочия, то есть не просто проповедовать, но те люди, которые ты проповедуешь, они тоже будут принимать эту ответственность. То тогда я всегда буду находиться с тобой. Хотя ты домохозяин, у тебя куча проблем. У тебя огромное количество трудностей. Но если ты будешь медитировать на этом, я всегда буду находиться в твоем сердце. То есть читание Махапрагу дал уникальное наставление домохозяину, искреннему домохозяину, у которого была настоящая ситуация проблемная, как у любого домохозяина. Читание Махапрагу сказал, я буду всегда с тобой, если ты будешь медитировать на эти вещи. Вот сегодня мы обсуждали немного то, что у домохозяев очень много дел, у них очень много обязанностей. Но проблема же не в том, сколько у нас времени. Проблема заключается в том, где находится наш центр, где находится наша медитация, то есть на чем мы сосредоточены. Это называется Мат-Чита, Мат-Гатта-Прана. Вот это как раз и есть квалификация для истинной санги, возвышенной санги. Мат-Чита, Мат-Гатта-Прана, это вопрос медитации. Это не вопрос времени или там каких-то внешних вещей. Поэтому если преданный как бы хочет жить настоящей жизнью в сознании Кришны, быть счастливым, быть вдохновленным, чувствовать связь с Читанием Махапрагу, то как бы это вопрос, это не вопрос, а как сказать, нужно просто увидеть в себе в это, что я на самом деле не сосредоточил на главном, то есть нужно увидеть это главное и почувствовать связь с этим, с миссией. Это слово «миссия», оно затерто, но на самом деле это слово очень такое блаженное, оно очень приятное, оно очень вдохновляющее, в нем высокая энергия, в нем столько жизни, столько разнообразия в этом слове, в нем пульс настоящей жизни присутствует. Поэтому вот эти все вопросы, касающиеся наставничества, они, конечно, там много всего есть, и все это обсуждается в нашей санге, вот в нашем общении здесь, на фестивале. Я просто хотел подчеркнуть один аспект, что наставник — это человек, который способен ввести своего подопечного вот в эту атмосферу, в атмосферу сотрудничества, в атмосферу санкиртаны, в атмосферу намахаты. Конечно, могут быть наставники, которые помогают человеку индивидуально, это тоже очень хорошо, но их возможности, они ограничены. То есть такого наставника очень можно исчерпать, очень быстро, потому что люди очень быстро растут в сознании Кришны. И единственный способ быть неисчерпаемым — это не замыкать человека на себе, а ввести его вот в эту сферу, о которой мы говорим. Вы согласны с этим? Это то, что... А чего от нас хотел Шилапрухпада? Шилапрухпада, он создал искон, и Бхактиседанна Сарасвати хотел того же самого. Он хотел, чтобы общество, оно развивалось за счет творческой энергии преданной, за счет совместного служения, за счет вот этого духа санкиртаны, духа сотворчества или синергии, как говорят психологи. Поэтому не Бхактиседанна Сарасвати, как вот не Шилапрухпада, они не установили какого-то очага единого для всего общества, потому что это не искон. То есть искон основан не на классическом наставничестве, а именно на вот этом, миссионерском наставничестве. То есть ключевой фигурой, он является руководителем миссии. Именно он является ключевой фигурой. Почему? Потому что он отвечает за здоровье санки, за присутствие вот этой энергии, о которой Кришна говорит в Читухшлоке. Поэтому мы как бы должны понимать эти вещи и медитировать таким образом. Кто такой руководитель миссии? Мы можем думать, ну руководитель миссии — это президент, там, ядра, руководитель ядра. Да, он может быть руководитель миссии, а может не быть. Он может быть просто обычным наставником, в лучшем случае. Может быть, просто администратором. Ну это тоже хорошо. Но он не создаёт это и сам. Руководитель миссии — это может быть просто лидер намахата, например. Это может быть руководитель миссии. А также руководитель миссии — это может быть просто глава семьи. Причём неважно, отец или мать. Они просто будут реализовывать те же самые принципы. Они будут учить своих подопечных тому, чтобы брать коллективную ответственность, нести совместную ответственность в своей семье. Это будет руководитель миссии. И в такой семье возрастают личности. То есть те, кто не перекладывают ответственность, а сами готовы давать прибежище, сами готовы быть источником духовной энергии. Именно в семье. Поэтому Шракурбада говорит, что истинные вайшнавы, они рождаются в семьях вайшнавы. То есть он говорит о себе, о своём духовном учителе. Мы родились в семье вайшнавов, мы получили с детства этот опыт присутствия Бога непосредственного, да? И поэтому мы вот такие вот... То есть наш разум, он был духовным с самого начала, с детства, он уже был одухотворённым. Это то, что говорят о чаре. И поэтому, когда мы создаём вот эти семьи, когда у нас есть руководитель миссии, он может создать свою семью, он может создать ядрун. И в таких сангах будут проявляться настоящие вайшнавы, то есть золотые крупицы, как бы бриллианты нашего движения, которые будут носителями этого настроения. То есть ценность предного определяется тем, какое настроение он несёт. И если это настроение как бы живое, которое оплодотворяет этот мир распространением сознания Кришны, то это вайшнав. Бхактинадха Кур говорит об этом, что ценность вайшнава определяется его способностью проявлять предного. Это не означает, что мы меряем успех в сознании Кришны количественным показателем. Нет. Речь идёт о том, что если человек в сознании Кришны, то он оплодотворяет как бы у него это семя, живое семя, здоровое. То есть его сознание Кришны здоровое. А если у него нет этого настроения, он преданный, но он как семя, если вы сажаете это семя в землю, оно не прорастёт, оно просто там загниёт. Я на самом деле хотел почитать определённые правила или принципы для наставников, но по сегодняшнему в сегодняшней презентации говорю Кришну, я понял, что это его работа, поэтому я не стану это делать. Ну ладно, хотя бы пару вещей для того, чтобы как-то, для того, что там касается, может быть. а вопрос есть вот сейчас по тому, что у нас было, потому что потом это всё опять когда-то уйдёт, забудется. Микрофон можно подзаводить, так и возможно. про Мят Пору, когда время начнёт подходить, ты помаячил, потому что я не хочу следить на за время. Вы вчера говорили, что санка может проявиться только если преданный сам отекарий, а если просто собирается, может быть, как философские диспуты в лучшем случае. Как быть, если ещё малому махням отекарий, в основном в обществе конишек отекарий, что будет происходить когда-нибудь в мультурданстве и как ему это в смысле такую музыку по поводу из своих обсуждений там и из-за в-давки и на дальше. Мы просто мы можем очень легко подготовить большое, огромное количество матьям отекарий. Это несложно. Единственное, что от нас требуется, нам нужно понять, что это за зверь и какие у него обязанности. если мы это не обсуждаем, мы этого никогда и не поймём. Будем оставаться на своей платформе материалистической. Поэтому наш фестиваль это первая попытка как-то этого существа, этого преданного, облидающего некой адхикара и его идентифицировать, то есть описать его, какой он. Это называется образование, то есть создание образа на интуитивном уровне, на уровне представления о том, что это такое, как это происходит, как это действует. поэтому это начало большой работы. Я хотел, я тогда просто почитаю, потому что это будет, может быть, ответить частично на этот вопрос. То есть какой он руководитель Санги. Дело в том, что именно руководитель Санги, он настраивает атмосферу. То есть он не вещает там, как вот этот патифон там, да? Функция руководителя миссии намахата не в том, чтобы читать лекции даже намахать. Ничего плохого нет прочитать какую-то короткую лекцию, но смысл не в этом, а смысл в том, чтобы задать определенный ритм, задать определенную атмосферу, как бы, и быть хранителем этого. И это должен делать не один человек, а несколько человек в группе. Вот. И тогда человек даже, когда он, ну, как бы, обычный человек, конечно, даже если он вообще непреданный, если он попадает в такую атмосферу, он очень быстро становится преданным, и не просто преданным, а преданным в высокой адхикаре. Почему? Потому что его разум, он меняется мистическим образом, происходит связь как бы с разумом парампора. То есть происходит эта связь, разум человека трансформируется очень быстро. Почему? Чем сильнее эмоциональная связь, эмоциональное воздействие, то есть чем сильнее впечатление человека, тем сильнее и глубже меняется его разум. Поэтому, если в Намахате присутствует насыщенная духовная атмосфера, там очень искреннее, такое вот, ну, как бы, личностное послание, то человек очень быстро обретает квалификацию. А если этого нет, то вы можете прийти в сознание Кришны и 20 лет здесь, как бы, как сказать, что-то делать и так и вот это вот не, ну, как бы, не получить как-нибудь, этой квалификации. По идее, система Бактив Рикши, она предназначена именно, почему говорится, что быстро можно все делать, делиться там, это подразумевает присутствие духовной энергии, да, но духовная энергия не может появиться просто потому, что вы собираетесь делиться. Это понимание ложное, и когда человек понимает ложным образом, у него никогда не будут работать и группы, или санги, вот эти, потому что вопрос заключается именно в настройке, то есть секреты вот этих, вот этой духовной энергии, санкифаны, в настройке. Именно это и надо обсуждать. То есть понимание и настроение, с каким человек должен действовать. Еще какие-то есть моменты? Пожалуйста, на микрофон, если можно. Арик Ришна, скажите, я так вам такое разделение, вот сейчас услышал, что система ВСКОН, она существует как-то в основном проповедническая, в этом отличие нас от традиционного вайшнамизма как-то какового. А в вайшнамизме как бы наставник это некая такая классическая фигура, которая передает это знание, формирует подопечного личность и он фактически, ну может быть равноценным остается или реализованной личностью, которая в какой-то период осуществляет свою реализацию полной предназначения своей жизни. Почему опыт вайшнамизма нельзя трансформировать не сейчас ассимилировать и понимать, что это за зверь такое, наставник, куратор, там, еще кто-то, да, руководитель, а взять опыт этой парампуры, с которой мы и зашли. Мы же от вайшнамизма произошли, да, как-то по-каковой системе. Шива Бракупада ее принес на Запад для того, чтобы ее здесь с проповеднической только функцией более широко расширить. Так может быть там есть позитивный опыт всей квалификации, всех требований, которые там существуют, и сейчас их просто здесь адаптировать, расширить, принять, как бактевинода, какура, вот эта вот система бактеврикш, она же прием еще была. Мы как раз и говорим об этой системе, не о той, которая была раньше, до бактевна тхакура, до бактиседанта сарасвати, до шива тхраупада. О каком вайшнамизме мы говорим? Мы говорим об вайшнамизме наших ачарьев, ближайших ачарьев. Мы говорим об их системе. Мы пытаемся ее понять сейчас, да, с чем она заключается. А то, что было раньше, ну, раньше много отличалось, потому что смысл парамбуры заключается в том, чтобы один из смыслов парамбуры, что вот это вечное послание Господа облечь именно в ту форму, которая работает при данном времени, местном обстоятельстве. В этом одна из функций парамбуры важнейшая. И поэтому, если духовная энергия не работает в конкретной ситуации, значит, человек, у которого она не работает, он не имеет слабую связь с парамбурой. Хотя, может быть, делает все так, как, казалось бы, как раньше делали, то есть он ничего не меняет. Но работа-то не работает. Поэтому Силапрабхупада, он что-то изменил, и Бабхисиданта Сарасвати, но на самом деле они ничего не меняли. Они передавали именно ту суть, которую и облекли именно в ту форму, которая необходима для данного времени и для данной культуры. И нам нужно делать такие вещи, нужно взять то, что хотелось, чтобы было упадать, и сделать это таким образом, чтобы оно работало, чтобы это происходило. В этом будет наша верность в покупание. Вот. И если что-то не работает, не происходит, мы должны задать себе вопрос, почему? То есть, в чем мы отклоняемся именно по сути, по духу? В этом будет последовательность или преемственность. Ну, хорошо, я... Еще что-то есть такое кардинальное? Да, пожалуйста, передайте мне последний вопрос, и мы пойдем дальше. Олег Мишн, Павел Иванович, будьте добры, задайте, пожалуйста, на вопрос. Вы сказали, что наставник, он не должен решать психологические проблемы для людей, которые ходят к нему на группу, скажем так, и должен заниматься его процессом вхождения в семью. Не должен заниматься? Должен, должен. Должен занять процессом вхождения в семью. Нет, не должен решать психологические проблемы, господин. Я этого не говорил. Я говорил, что это начальная стадия духовного развития, когда руководитель помогает человеку решить его психологические проблемы. Это первый уровень духовного развития. Но, если его модель наставничная на этом заканчивается, значит, он не руководитель мистики, его полномочия ограничены. То есть, он не дает связи с парампорами в полной мере. То есть, его квалификация частична. Вот об этом шла речь. То есть, психологические проблемы нужно решать, подлатать, немножко человеку помочь, и потом нужно, чтобы человек увидел те вещи, которые по-настоящему включат его в жизнь, духовную жизнь. то есть, это уже как бы следующий шаг. Но, к сожалению, в большинстве случаев на этом дело ограничивается. То есть, наставник просто пытается залатать какие-то дыры в человеке, а потом через неделю человек приходит, у него опять дыры. это длиться годами? Или это не так? Это именно так. То есть, люди приходят и они говорят, ну что такое, мы уже как бы сколько можно, то есть, я все эти вопросы, которые мог задать своему наставнику, уже задал. И если я в следующий раз приду, я заранее знаю, что он мне скажет. Но проблемы для человека не решаются. Потому что это калилина. Только вот эта связь с миссией читания Моха Прабу она по-настоящему меняет человека в его сердце. Хорошо. Ну вот, собственно говоря, что мы имеем? У нас есть вот эти три платформы. То есть, платформа начала, то есть, когда человеку нужно немножко прийти в себя. с помощью наставника решить свои психологические проблемы в сознании Кришни, не через психологию, а именно через общение, духовное общение. Вот. а затем он начинает заниматься занимает ученическую позицию. И следующая стадия, как бы, она связана с тем, что предные становятся способны, то есть, руководителем миссии, можно назвать человека и на третью, третья стадия, означает, что мы способны человека с первой ступени переводить на вторую. то есть, одно дело, когда мы сами занимаем эту позицию, что мы приняли ответственность за сангу, да, но мы можем быть неспособными помогать другим принять такую же ответственность. То есть, я сам провожу намахату, я сам ответственный за свою семью, то есть, я ответственность принял, но я не могу это сделать таким образом, чтобы члены моей семьи приняли ту же самую ответственность. это уже как бы это мне непонятно. Вот если у человека вот такая вещь, значит, он не руководитель миссии, потому что руководитель миссии означает, что он помогает другим принять ученическую позицию, перейти с первой платформы духовного детства во взрослые состояния. Вот это руководитель миссии, собственно говоря. Поэтому есть три вот этих слоя. Итак, я несколько из тех как раз хочу озвучить несколько из каких-то пунктов, которые в общем обсуждаются в обществе предных, обсуждаются между лидерами намахат, так или иначе эти пункты звучат, но просто чтобы было представление о почему как бы вот эта функция наставническая именно в этом смысле, о котором мы говорим, она не работает. Итак, кто такой духовный лидер, наставник как духовный лидер именно? Не как психолог, а как духовный лидер. То есть одна из вещей, то, что он развивает глубокие отношения с другими лидерами и принимает руководство санги лидеров как сверхъестественные. То есть проявление принципа парампоры. То есть духовный лидер, он как бы его как сказать, квалификация связана с тем, что он вступает вот в эти отношения, соратнические соратнические отношения, то есть он является соратником, у него есть как бы друзья или единомышленники, с которыми он вместе принял ответственность за миссию. То есть духовный лидер не бывает одиночкой, иначе говоря. Это такой признак, да? И он получает подпитку, то есть получает свою полномочию в санге лидеров. То есть если вы видите духовного лидера, который избегает санги других лидеров, сам по себе является руководителем, вы можете понять, что этот человек не является руководителем миссии. То есть он не представляет ну как бы парампуру в полной степени, его полномочия ограничены. То есть он просто является доставником какого-то уровня, но это не руководитель миссии. Так, вот это сверхъестественно что означает? Это означает, что его разум он коллективный. То есть это разум как бы не просто его, а это разум или мудрость она приходит из санги лидеров. Причем именно лидеров. То есть те, кто выполняет ту же самую работу, что и он. И вот с этим принципом связано то, что в Исконе называется GBC. То есть Шилу Прабхупада создал GBC и как наверняка многие из вас знают, что после ухода из этого мира Шилу Прабхупаду в Исконе представляет кто? А? Кто представляет Шилу Прабхупаду после его ухода? GBC. Вот Прабхупаду ушел, кто руководит общество? GBC. То есть что это означает? Это означает, что это не просто орган административного управления, а это структура, которая осуществляет вот этот принцип коллективного разума. и в состав управления в обществе входят люди, которые приняли ответственность за Кшетру. То есть человек из Кшетра принял за него ответственность и он является лидером, наставником, руководителем миссии. Дальше. Следующий принцип. Не ожидает идеальных отношений и не стремится оставить свою сангу и обязательства при возникновении неизбежных отношений для расхождения конфликтов. Это то, что мы сегодня немножко обсуждали тоже. То есть лидер духовный лидер, наставник, руководитель миссии, у него нету претензий на свою сангу. То есть он не считает ту сангу своей. И поэтому он не ожидает идеального отношения к своей персоне и также не ожидает идеальных отношений внутри сангу. В Исконе нет идеальных отношений. Наверное, заметили. Хотя нам всем хочется идеальных отношений. Но это место идеальное место, оно предназначено для тех, кто не хочет принимать ученическую позицию. Для ученика важно находиться с реальными людьми, со своими противоречиями, со своими различиями. Тогда ученик растет, его дух возрастает, он чувствует себя счастливым. А вот для того, кто отказывается от своей личности и позиции, должно идеальное место, где все очень правильно, хорошо устроено и так далее. Поэтому люди, которые ожидают идеальных отношений, они часто не удерживаются в такой атмосфере, потому что человеку хочется принять какого-то возвышенного гуру, утамадхикари, с точки зрения общественного представления. Поэтому у человека есть тенденция уйти в какое-то место маленькое, где все такое спокойное, ничего не происходит, где можно просто чувствовать себя как-то спокойно. Но в Исконе, как сказать, Исконе очень большое движение, здесь спокойствия не бывает, здесь все очень так сложно. Поэтому если человек ждет идеальных вещей, то сложно будет ему прогрессировать. Дальше следующий пункт, который я хотел прочитать. Стремиться быть без пристрастных суждений о других людях. в то же самое время стремиться говорить правду человеку лично без претензий предварительно выяснив является ли его представление правды. То есть от руководителя, от наставника требуется сочетание этих двух вещей. То есть с одной стороны он не не оценивает, то есть не судит. Он без пристрастия и пресекает такие сплетни, какие-то разговоры о людях и так далее. Но с другой стороны он может сказать человеку то, что он должен сказать, не отвергая самого человека благожелательно, без претензий. И говоря это, он может спросить, уточнить, является ли его представление о том, что человек говорит правду. Или может узнать, ну как бы, то есть он должен быть уверен в том, что он сообщает, о чем он говорит. То есть вот эта беспристрастность это качество наставника. Потому что мы обсуждали, да, что позиция наставника, вот только в материальном смысле этого слова мы все наставники, это означает, что мы склонны судить людей. То есть достаточно что-то, что нам не нравится, и мы сразу начинаем обсуждать другого человека и так далее. То есть наставник, он беспристрастен. И вот эта беспристрастность, она делает его квалифицированным для того, чтобы говорить другому человеку, то есть наставлять. следующее, очень, очень такой интересный пункт. Не допускает неясности в договоренности исполнять взятые на себя обязательства. При возникновении препятствий к исполнению устраивать так, чтобы вторая сторона не пострадала. То есть это то, о чем касаемо Хараджи говорил, это вот в этой сфере находятся шести пунктов, которые он будет раскрывать завтра. это одна из вещей, которые показывают, как человек, руководитель миссии обретает доверие. То есть доверие просто возникает от того, что человек не допускает неясности. Потому что, как говорил Бакдиседанто, в этом мире есть две категории людей, есть обманщики и обманутые. То есть основное желание человека обусловленного это желание быть обманутым. То есть человек просто хочет, чтобы все было приятно, ну как бы комфортно. И поэтому он не хочет каких-то вещей прояснять. А когда что-то не прояснено, то обязательно это такая бомба замедленного действия, которая потом приведет к возникновению недоверия. Поэтому руководитель миссии, наставник, он всегда добивается полной ясности касательно чтобы у человека, с которым он умеет дело, или в группе, в которых он является руководителем, присутствовала ясность в отношении договоренностей и люди исполняли взятые на себя обязательства. Это понятный момент, да? Следующий пункт, касающийся наставника. уделяет время личным встречам со всеми членами своей санги. Вот тут вот, как мы сейчас обсуждаем, да, и может сложиться такое впечатление, что руководитель миссии, наставник, он так просто с группой работает, а лично с людьми он не работает. Ничего подобного. То есть он уделяет время личным встречам с членами своей санги и дальше таким образом звучит находится в эмоциональном контакте с собеседником, учится не поддаваться побуждению говорить, не имея санкций из сердца. Это вещь возможна по милости святого имени. То есть человек, который не квалифицирован как наставник, как он действует? Он общается с человеком, он уже запрограммировал. То есть наставник не квалифицирован, когда он общается с подопечным, он уже запрограммировал. Подопечный что-то говорит и он уже имеет внутренний определенный как бы, ну, он уже имеет, что ему сообщить, он уже имеет, что сказать. Настоящий наставник, он находится в эмоциональном контакте с собеседником, то есть он сопереживает внутренне, но при этом он не поддается побуждению говорить, не имея на это санкции сверхдуши. Это работа наставника. То есть наставник говорит только тогда, когда он получает чувство определенное внутри, позволяющее ему говорить что-то, связанное с Богом непосредственно, говорить истину, говорить те вещи, которые человеку помогут. Разумеется, такая квалификация подразумевает углубленную молитвенную жизнь. То есть человек не может находиться на таком уровне, если его духовная практика садхана поверхностна. То есть человек повторяет святое имя Господа и в его сердце ничего не происходит, когда он будет слушать другого человека, он будет слушать, он не будет его слышать, он будет просто реагировать. То есть настоящее наставничество неотъемлемым образом связано с садханом. садхана позволяет человеку ощущать божественное присутствие в момент наставничества, в момент разговора, то есть он чувствует, поэтому он не говорит, что попало, он не говорит просто какие-то шаблоны. если мы знали, насколько мы запрограммировали эмоционально, мы бы просто ужаснулись. То есть вы пытаетесь говорить с человеком, а и вы чувствуете при этом, что человек вас не слышит. Он просто вас не слышит. У него уже есть определенное представление, то есть это означает, что человек не находится в молитвенном состоянии. Наставник находится в молитвенном состоянии. Он через молитву, через связь с Богом помогает своему подопечному. следующий такой момент, который... вот потому что сейчас звучит, есть какие-то вопросы, что-то нужно прояснить. это просто так, как сказать, я просто вытаскиваю некоторые пресинки, чтобы можно было почувствовать, в чем заключается работа. то есть работа божественная, и она совершенно несложна. Просто нужно знать, в чем она заключается. То есть, когда наставник слушает своего подопечного, он обращается к Кришне в своем сердце, он находится в молитвенном состоянии, он очень как в смиренном состоянии Духу находится. То есть, он не считает себя субъектом, то есть, он не оценит. И поэтому он квалифицирован. Это очень простая вещь. Это может делать каждым предным, который находится в наставничном послужении. Следующий момент не допускает развращающей тенденции, когда небольшая часть сангрии что-то делает, слушает, а остальные получают. Придерживается принципа. Либо делаем это вместе, либо распределяет вес, если мы не делаем вообще. То есть, это просто принцип определенный. Это не означает, что такая фанатичная позиция, мы как бы не делаем, а это ценность. То есть, ценность заключается не в том, чтобы кто-то делает для других. То есть, мы как понимаем служение, что я для тебя что-то делаю, поэтому я тебе служу. но смысл служения заключается не в том, чтобы просто для кого-то делать, а смысл служения заключается в том, чтобы человек, для которого делать, воспринимал ценность служения. Вот в чем служение. Служение не в том, чтобы просто для тебя что-то сделать, а смысл в том, чтобы передать само настроение служения человеку. Вот в этом служении заключается. Поэтому, если я что-то делаю для вас, и у вас через проход какое-то время настроение служения не промуждается, значит я не служу вам, а я перед вами что? Выслуживаюсь. То есть, когда присутствует момент чувственного удовлетворения, то есть я просто служу на самом деле своим чувствам, как бывает родители, да? Ну классический пример с родителем. Они служат своим детям, и дети, они вращаются в таких нормальных, полноценных потребителей. Это означает, что родители выслуживаются, они не служат своим детям. Служение означает, что дети прогрессируют как личности, и принимают ответственность за семью. Итак, каким же образом это происходит? Как происходит передача полномочий? Как происходит передача ответственности? Принцип здесь озвучивается. Мы делаем вместе. Это наша семья, мы здесь все отвечаем за свою семью. Каждый несет эту ответственность. И я как бы несу ответственность, ты несешь. И мы просто договариваемся о том, распределяем ответственность и делаем это вместе. Это настроение, оно спасительное для любой санхи. В противном случае со временем санха деградирует. Вот эта проблема не то, что там, мы думаем, допустим, да, говорим, что Бхакти Врикше, она как раз реализует этот принцип, и поэтому с Бхакти Врикшей все в порядке. Она махата, она не реализует принцип, поэтому она заболачивается. Но это неправильное понимание, потому что если сознание Кришны присутствует, то будет служение. А служение означает проявление духа служения. Если дух служения не проявляется, значит в этой санхи служение, оно слабое. То есть такой тип служения в Калиюгу, он не дает вот этого эффекта, как бы настоящего роста. Поэтому неважно, как вы называете свою санху, какие вы используете методы ее роста. Принцип заключается в том, что все члены санхи совершают служение вместе. Так происходит передача полномочий. Потому что часто можно увидеть в новых группах, в наставничьих группах на махатах, что приходишь на махату, и там лидер, он везде. Он и на кухне, он и на алтаре, он и на караталах играет, и поет, ведет киртан, он делает все. Все остальные приходят, получают какое-то общение, получают просад, получают лекцию, что-то какое-то, обсуждение, и все уходят. Это называется классический намахат. Это не намахата. Это... А? Мамахат. Тамахат. Я называю это мамахат. Мама-хата. Мама-хата, то есть, лидер и махата действуют как мама. Папы там нет. Мама-папа. Мама-папа. Итак, лидер намахаты, который является руководителем, у которого есть миссия, то есть, который находится в этой ученической позиции. Может, он не руководитель миссии, но он находится в этой ученической позиции. Он должен также следить за тем, чтобы в семье присутствовал момент, ну, как бы расслабленный, то есть, была расслабленная атмосфера. Славная атмосфера означает, что каждый чувствует себя, ну, как сказать, здесь желанным, способен высказываться, хочет высказываться, хочет говорить о каких-то насущных вещах, которые обсуждаются в санге. Вот. И при этом он должен следить за тем, чтобы каждый понимал результаты встречи и исполнял взятые на себя обязательства. Санга должна иметь цель и чувствовать прогресс. То есть, если в санге нет момента принятия какой-то ответственности, то вот эта вся непринужденная атмосфера, она просто превращается в такую тусовку между собой. Вот. Поэтому обязательно в конце санге мы должны получить продукт, то есть, мы должны понять, какой у нас продукт, то есть, о чем мы договорились, или какой результат мы получили, да, то есть, какого, ну, то есть, чего мы добились в результате нашего совместного, вот, какого-то совместного служения. Потому что часто у нас вот существует такое представление, что мы не привязаны к результатам, да, нашей деятельности, то есть, плоды нас не интересуют, мы не привязаны. То есть, результаты деятельности не важны. Мы можем обсуждать, как прошла встреча. Не обязательно под договоренностью имеется в виду, что мы договорились о какой-то практической деятельности. Это иногда должно быть все равно, но не всегда. Просто мы должны знать, какой результат. Результат, например, заключается в том, что мы хорошо посидели. Мы, например, сходили вместе на природу. Вот, мы там обменялись какими-то хорошими, ну, какими-то вещами, у нас было что-то живое. Но мы должны это озвучить, мы должны прославить то служение, которое преданные совершили. То есть, служение требует прославления. Когда служение прославляется, оно становится ценностью. Если служение не прославляется, то оно игнорируется. То есть, люди думают, ну, это само собой разумеется. Мы должны прославлять. Но это не означает, что мы должны встить кому-нибудь, мы должны прославлять само служение. То есть, то, что мы сделали. Вклад, который мы сделали вот в эту атмосферу. Это очень важно. Потому что люди ориентированы на результат. Все. Особенно в наше время. Если результата нет, человек думает, а что я здесь делаю в общем? Следующий пункт. Следует принципу 20-60-20. Это известное положение. Да? 20-60-20. Это означает, 60% своего времени общается в духе равенства. 20% в настроении младшего и 20% в настроении старшего. То есть, дает наставление другим. То есть, речь идет не просто о том, что у нас должны быть старше, равны и младше. Нет. Речь идет о том, что где бы вы ни находились, вы должны чувствовать ситуацию, когда вы младше, когда вы старше и когда вы равны. И здоровая ситуация, когда в большинстве случаев вы находитесь в настроении равного, то есть человеческого общения, живого, без всяких погон там и прочего. Но при этом в некоторой ситуации вы должны давать наставление и в некоторой ситуации вы должны слушаться, то есть делать то, что вам говорят. Например, старший может сидеть на медицинском и читать лекцию. Но если человек, отвечающий за время, он может быть не инициированным даже, ну просто человеком, подошел и говорит, ну хорошо, он может закончить. Уже, да? Вы должны закончить. Это означает, что вы младше в этой ситуации. Мне нужно было попросить об армияк, он за пять минут мне это напомнит, потому что мы как бы не получили продукт. Дает, дает. Дает, дает. Спасибо. Тут есть много всего, я просто какие-то вещи зачитал, потому что для тех, кто занимается наставнической работой, подробно эти вещи будут объяснять Гавра Кришна, обсуждается при этом. А те, кто не занимается наставнической деятельностью, я просто озвучил это для того, чтобы вы почувствовали, ну как, эту саму атмосферу или в чем заключается работа. То есть работа заключается, вот я к началу вашего разговора, в проявлении духовной семьи. Если семья не появляется, то парампора, она не проявляется в полной степени. То есть нет связи, нет откровений, нет связи с Кришной. То есть она не ощущается непосредственно, осязаемо. При этом эта семья, о которой мы говорим, она не должна пониматься идеалистически, как такое место, где все, ну такие вот, такие родные, белые, пушистые, все улыбаются, все хорошо. Нет, в семье хорошо не бывает. Семья – это место для счастья, а не для наслаждения. То есть счастье есть. А почему счастье есть? Потому что есть ученичество. А вот что касается какого-то комфорта, наслаждения, то здесь все очень ограничено и сомнительно. Я думаю, что это правда будет согласиться, да, что как бы это представление о семье, которое у людей есть, как идеалистически, как бы такое райское такое какого-то явление, оно очень губительное для тех, кто ее создает. Вот. Ну, собственно говоря, может быть, это все в плане информативного, то, что хотел донести. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...